День города в студии Валерий Седов. Здравствуйте! Главные темы дня. Будем участвовать в федеральных проектах. На заседании правительства обсудили вопросы сотовой связи в селах, строительства детского сада и водоотведения. Электронный сертификат на технические следства реабилитации. В соцфонде рассказали, как их правильно оформить. Для всех влюбленных в первый день весны в ЗАГСе прошел праздничный бал. Уже много раз говорил, что регион должен участвовать во всех федеральных программах. Это остается в приоритете. Поэтому прошу всех готовить проектно-сметную документацию, готовить заявки по всем направлениям. Благоустройство, населенных пунктов, ремонт общежитий, развитие ЖКХ. Работать будем активно. Здесь каждому хватит чем заниматься. С этого Павел Малков начал заседание правительства. На повестке – послание президента страны и участие в федеральных программах. Одно из поручений президента – везде должны быть связь и интернет. Поэтому первым взял слово глава Минцифры Андрей Ульянов. По словам министра, сейчас без устойчивой связи и интернета в Рязанской области остаются около 60 населенных пунктов. С 2022 года в рамках проекта устранения цифрового неравенства современные услуги связи появились в 41 малонаселенном пункте и стали впервые доступны почти 10 тысячам жителей. В этом году также данную работу продолжаем. Планируем запустить еще 6 базовых станций в малонаселенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек. Это в рамках выделенной квоты Минцифры России. Также обсуждаем с федеральным ведомством возможность повторения прошлогодней договоренности подписания соглашения о софинансировании, в рамках которого планируем добавить сюда еще 10 населенных пунктов. И они уже определены, отрабатываем с Минцифры. А вот на железнодорожных путях интернет и связь плохая, заявил Павел Молков. Дескать, на 50 метров от вокзала отъезжаешь и связь пропадает. Губернатор поручил наладить устойчивую интернет-связь главе региональной Минцифры. Второй момент – Александроневский район. Нужно было и составить проектно-сметную документацию на детский сад, на водоочистку в селах Борисовка и Ленина, а также строительство спортплощадки. Задачи эти выполнены. Отчитался и Рыбновский район по ремонту Центра культуры с селена Воселки. Отремонтируют его уже в этом году в рамках нацпроекта «Культура» по федеральному партийному проекту «Культура малой Родины». В целом Павел Молков рассказал, как теперь будет строиться работа после послания президента. Все проекты важнейшие, все очень актуальны для нашего региона. Также было объявлено, что продлевается ряд масштабных программ. Заявлено несколько новых долгосрочных программ по развитию экономики, социальной сферы, по развитию инфраструктуры. То есть работы впереди очень-очень много. Я думаю, что все услышали в послании, все отметили для себя, что существенно расширяются, увеличиваются возможности для регионов. Будет больше вложений в развитие регионов. Соответственно, и ответственность наша тоже серьезно возрастает. Помимо этого, Рязанская область вошла в пилотный проект по сохранению объектов культурного наследия. Работа в этом направлении для региона также очень важна, отметил губернатор Рязанской области. В 2023 году больше 700 рязанцев приобрели технические средства реабилитации с помощью электронного сертификата. По этому самому сертификату можно приобрести больше 300 средств реабилитации, включая индивидуальные изделия, сделанные на заказ. Электронный сертификат на технические средства реабилитации – это новый способ обеспечения людей с ограниченными возможностями здоровья этими самыми ТСР и ортопедическими изделиями. Об этом рассказала заместитель управляющего отделением СФР по Рязанской области Оксана Иванова. В целом у человека с инвалидностью есть три способа их получить. Первый – это человеку предоставят само техническое средство по направлению регионального отделения Социального фонда России. Второе – могут выплатить компенсацию, если человек купил ТСР сам. И третий – через электронный сертификат. Основное и главное условие – техническое средство должно быть рекомендовано инвалиду медиками. Для этого Бюро медико-социальной экспертизы разрабатывает индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида, где записывает именно те средства, рекомендует ему, которые будут компенсировать утраченные функции организма. И, собственно говоря, это главный для нас документ, на основании которого мы в дальнейшем обеспечиваем инвалида. Подать заявление на электронный сертификат на ТСР можно как удаленно, через госуслуги, а также лично через МФЦ и в клиентских службах регионального соцфонда. Срок оформления – пять дней. Деньги на сертификат поступят на карту МИР. Точнее, зарезервируются. Кроме ТСР человек ни на что потратить сумму не сможет. Сумма на технические средства реабилитации рассчитывается индивидуально. Например, цена на те же инвалидные кресла варьируется от 50 до 300 тысяч рублей. Купить их можно как в специальных магазинах, адресаясь на сайте соцфонда, или даже в интернете. Бывало и такое, говорит Оксана Иванова, когда базовой суммы на покупку не хватало, потому что человек хотел себе немного преобразовать ТСР. В таком случае он может добавить деньги из собственного кармана. Так говорит эксперт. В Рязани есть ребята, которые заказывали, например, на протезах рисунок, наподобие татуировки или даже небольшой узор из страз. Оксана Иванова рассказала и о новых возможностях электронного сертификата. С января текущего года Рязанская область вступила в пилотный проект. Мы третий субъект в Российской Федерации после Свердловской области и Тюмени. Значит, проект этот нацелен на предоставление услуг социальной адаптации детям-инвалидам, которые впервые признаны, которым впервые установлена категория ребенок-инвалид. В этом пилотном проекте могут участвовать детки, кому установлена впервые инвалидность возрастом от 4 до 17 лет. Пройти курс комплексной реабилитации и абилитации можно в полустационарной и стационарной формах. Стационарная форма может быть организована с сопровождением родителей. Более подробную информацию можно узнать у специалистов соцфонда или на сайте ведомства. На этой неделе полицейские поделились сразу двумя случаями преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Притом речь идет о крупном и особо крупном размере. Подробности уголовных дел далее в сюжете. Начнем с недавнего случая. История эта произошла в Рыбновском районе. Там сотрудники УНК отрабатывали оперативную информацию. На трассе Москва-Челябинск они остановили автомобиль. За рулем был 23-летний житель одной из стран Среднеазиатского региона. По сведениям полицейских, проживающий в Рязани и официально нигде не трудоустроенный мужчина, имел причастность к незаконному обороту наркотиков. В ходе личного досмотра у мигранта был обнаружен и изъят сверток, содержащий смесь героина и метадона общей массы более 3 граммов. Следователь отдела МВД России по Рыбновскому району возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело. Незаконные приобретения, транспортировка и хранение наркотических средств в крупном размере. Максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. В настоящий момент юноша заключен под стражу. А вот в следующем уголовном деле статья немного другая. Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору. В отношении 39-летнего рязанца полицейские получили информацию, что он активно работает на нелегальный интернет-магазин по сбыту наркотиков. В частном домовладении на улице Промышленной, где проживал мужчина, оперативники провели обследование. И в помещении бани обнаружили сейф, плотно набитый свертками с различными веществами. Исследование ВКЦ ОМВД подтверждено, что содержимое упаковок синтетический наркотик общей массы 4 килограмма, 240 граммов, 91 грамм гашиша и 6 граммов рихуаны. По предварительной информации, мужчина этот пользовался большим доверием в наркомаркете и занимал так называемую должность держателя склада. В его обязанности входило получение оптовых партий наркотиков, их расфасовка на более мелкие части и передача через ценники закладки розничным распространителем. Полицейские уточнили, что содержание такого оптовика оставило других дилеров без криминального товара. В настоящий момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание – пожизненное лишение свободы. Сейчас мужчина заключен под стражу. Полицейские же устанавливают все пути поступления наркотиков в регион. В первый весенний день в региональном ЗАГСе прошел бал влюбленных. Мероприятия посетили как молодые пары, так и те, кто уже давно в браке. Бал во дворце торжеств прошел впервые. Сотрудники ЗАГСа не исключают, что это станет доброй традицией. Классическая, академическая и музыка из кинофильмов. Бал прошел под аккомпанемент Камерного оркестра Рязанской области под управлением Сергея Проскурина. Помимо танцевальной части была и концертная. Руководитель оркестра в интервью отметил искушенность рязанской публики и поделился творческими планами коллектива. Мы изучаем сейчас публику Рязани. Она действительно искушенная, потому что в городе звучит очень много хорошей музыки. Публика образована и очень чутко, поэтому мы хотим показать для рязанской публики не просто, но какие-то формальные произведения. Но сейчас мы готовим серьезные произведения, это же нитки, концерт для скрипки с оркестром. Практически записи не существует этой музыки. Выдающийся гениальный композитор. Танго, гранд-марш, котельон и фигурный танец. Для того, чтобы попасть на торжество любви, пары зарегистрировали свое участие заранее. Кстати, тем, кто в этом году отмечает юбилей совместной жизни, вручили благодарственные письма. Одной из таких пар стала семья Калининых. Наталья и Валерий в браке уже 40 лет. Летом планируют отпраздновать рубиновую свадьбу. Именно благодаря танцевальному искусству пара и сохранила глубокие чувства друг к другу на долгие годы, рассказывают сами влюбленные. Так что, узнав о мероприятии, Калинины ни минуты не сомневались в своем участии. И даже не верится, что столько прошло лет. Ну, тем не менее, любовь – самое главное в семье. Любовь требует труда и жертвенности. Совсем случайно мне подруга прислала и говорит, это для вас, потому что мы пара танцующая. А вот София и Артем Гостян стали семьей официально всего два года назад. Но и за это время они успели освоить тонкости и узнать секреты крепкой любви. В чем наша любовь? Наверное, в уважении, во взаимопонимании, то, что умение слышать всегда друг друга и находить какой-то компромисс. Я листала контакт, там вылезла реклама ЗАГСа, что набирают пары. И, как оказалось, мы прыгнули в последний вагон, это был последний день подачи. Мы вообще даже честно по приколу, я ему такая говорю, пойдем. Он такой говорит, да конечно. И вот пришли. Вообще, это была моя давняя мечта, потому что губернинские баллы в Рязани проводятся давно. Вот. Ну, так складывалось, что я была всегда без пары. И я говорю, ты должен осуществить мое мечту, чтобы я закрыла свой гештальт. Бал влюбленных в ЗАГСе проходит впервые. По словам сотрудников Дворца Торжеств, праздник весны и любви планируют сделать ежегодным. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязанский театр «Кукол» приехали коллеги из Вологды. Одна постановка для юных зрителей, другая для взрослых. «Муха-цокотуха» и «Кармен» — это спектакли Вологодского театра «Кукол Теремок». Подробности о детской постановке расскажем далее. Старое радио, телевизор с разбитым экраном и сломанный холодильник. В мире забытых вещей под большой лампой живут насекомые. Муха, мотыльки, пчелы, букашки-таракашки, комарик и кровожадный паук. История о любви и дружбе знакомит зрителя с центральным персонажем уже в самые первые минуты. Муха денежку нашла, пошла муха на базар и купила самовар. Спектакль сопровождает оригинальный голос Корнея Чуковского, который по задумке режиссера звучит из радиоприемника. Именно автор известной детской сказки подсказывает мухе-цокотухе идею, как потратить внезапно обретенное богатство. Ну а дальше все по сценарию. Приглашенные гости, чай с крендельками, опасность быть съеденным на собственных именинах и чудесное спасение со свадьбы в финале. Оригинальную постановку привез Вологодский театр «Кукол Теремок». Кстати, гастрольные спектакли на этой сцене уже добрая традиция. Эта история давняя. Когда-то, несколько лет назад, наше руководство пообещало зрителям, что мы обязательно будем показывать классные спектакли коллег не только в рамках фестиваля «Рязанские смотрины», потому что фестиваль – это, конечно, большой праздник, но хочется всегда, чтобы праздник продолжался. Поэтому мы устраиваем вот такие гастроли. Это абсолютно наша инициатива, целиком и полностью организуется силами театра. Будем и дальше продолжать знакомить наших зрителей с теми спектаклями, которые нам кажутся по-настоящему выдающимися. Наши кукольники, в свою очередь, также возят представления в театры других регионов. Так, например, совсем недавно на сцене Вологодского теремка показали детскую постановку «Доктор Айболит» и комедийный спектакль «Золоченые лбы». Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорывица. Все от производителя. С 4 по 10 марта. ТЦ Премьер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова